Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Виктория, мне 57 лет. Я живу в городе Кривый Рог, это Украина. На своем канале я показываю свою жизнь после похудения на 85 килограмм. Делюсь своим опытом и знанием. Также показываю свою еду, которую я ем в течение дня с подсчетом калорийности. Буду рада, если для себя вы найдете что-то полезное и интересное. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь тоже своим опытом и знанием. Всем приятного просмотра! Всем доброе, прекрасное утро! Субботнее утро! На улице хорошо, солнышко! Желаю вам хороших выходных! У меня завтрак. Ячневая каша, 50 грамм крупы, сварила, ну и густоту сделала такую, какую я люблю, не очень густая. 4 грамма масла и кофе с молоком, 220 калорий. Вот такая у меня, ой, сейчас покажу. Получается, видите, какая она не очень густая, я такую люблю. В общем, всем приятного аппетита, кто со мной ест! А кому нравятся мои видео, то подписывайтесь, оставляйте комментарии. Чтоб вы понимали, вот так у меня едят борщ. Чтоб была гора с овощей. Иду, наверное, я сильно жидко насыпала. Вот такой, я им сварила борщик. Всем привет! Иду на автобус. Я жива-здорова, чего и вам желаю. Вот, иду на автобус. Хочу поехать... О, автобус устроит. Я что-то так медленно иду. Непонятно как-то. Хочу поехать в центр. Себя не показываю, потому что я как сегодня как загнанная. Не знаю кто. Не хочу себя взывать. Вот. Не красила глаза, ничего. Так, умылась. Сварила своим борщ. Ещё надо мясо натушить. Всё-таки я, девочки, уезжаю. Хочу поехать купить билеты. Гостинца. И завтра я в поездку бросаю своих мужиков. Они у меня самостоятельные. Дима вообще полгода больше был на заработке, то сам себе готовил. Так что с голода не умрут. Борща хватит на дня три. Мясо стушу. Кашу они себе сами сварят. И кашу, и макароны. Ну и сосиски, милину никто не отменял. Пелемени никто не отменял. Поэтому захотят, пусть едят консервацию. Там есть консервация всякая и с рисом, и с фасолью, и с икра синеньких. В общем, короче, хотели бы только картошку есть, яйца. Так что с голода не умрут. А я поеду в путешествие. Так, автобус вроде едет, да? Едет автобус. Хорошо. Всё, сейчас встретимся уже на рынке. Время бежит невероятно. Уже 15 минут четвёртого. У меня обед. Значит, у меня, как вчера я делала салат. Тут кислая капуста, морковка по-корейски и горошек. Ну, сегодня я не добавляла растительного масла, просто без масла перемешала и всё. 100 грамм капусты, 60 грамм морковки по-корейски и где-то 70 грамм горошка консервирована. 100 грамм риса на воде и 200 грамм отварного хека. А это, девочки, вино. Приехала сестра. Так что 100 грамм сухого вина. И мой обед составляет 445 калорий. В общем, такой обед у меня сегодня. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Ну, что, сумка собрана. Неподъёмная, не застёгивается. Видите, какая. Ну, давай, мама дорогая. Ну, до автобуса Дима меня проведёт. А дальше, как Бог даст. Ну, на дороге ж не брошу, донесу. Ой, вышла немножко подышать свежим воздухом. То я готовила. Оставляю их. Что-то я так волнуюсь сама, не знаю почему. Если честно, я сама уже очень давно никуда не ездила. Очень давно. То на море машину посадили, отвезли, там побыли. Опять машину посадили, привезли. И в том году, и в этом году. А так, чтобы я сама куда-то поехала, то такого не было. Ой, мама дорогая. Лет 15, наверное, я никуда не ездила так далеко. В общем, короче, вот такие вот у меня дела, девочки. Переживаю. Не знаю. Ну, в принципе, что переживать. До Днепра, что я первый раз раньше я ездила. Я же работала в Днепре в своё время пять лет. То я очень часто ездила. Чуть не каждую неделю на выходные я к родителям приезжала. На электричку. Ну, тогда папа всегда меня вывозил на машине, на первую электричку или на первый автобус. Ну, это было, боже мой, когда это было? Это было 30 лет назад. Ой, а время, опять время бежит. Ой, не говорите. Я опять вот это за своё время. И немножко мне волнительно. А то у меня сегодня даже не добираю калории. Что-то там получается 1100 с чем-то. И то, может, даже и меньше будет. Потому что мне и кушать не хочется. Волнуюсь я. Вот так вот. Когда волнуюсь. Хотя я всегда наоборот. Когда волнуюсь, у меня жор открывается. А это что-то я, наверное, совсем поменялась. Теперь я, когда волнуюсь, есть не хочу. Ну, и сестра ещё же приехала. Тоже надо время уделить. И всё это. Всё как-то всё в кучу. Ну, хорошо, девочки. Всё. До завтра. Завтра встретимся в дороге. Пошла я ужинать. Там уже приготовила. Сейчас сниму. Поужинаю. И ещё собираю сумку. Такая неподъёмная сумка получилась. И ничего ж не взяла. Только вещи там такие большие, которые на меня. И в гостинстве практически ничего. Потому что ничего не влазит. Ну, ладно. Разберёмся. Уже начало седьмого. Я никак не поужинаю. Приготовила себе и на тормозок. Так сказать. Ну, на перекус в дорогу. И будет мне на ужин. Это курица с овощами. Получилось у меня по 120 калорий за 100 грамм. Здесь 180 грамм. 30 грамм риса. И ещё у меня будет творог обезжиренный с мёдом. Чайку попью. 400 калорий ужин. Ну, на перекус я посчитала там молоко. И несколько хлебцов я съела. Это так. Ну, в общем, короче, бегала, то хватало, то, 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 всё. Ну, в общем, в нескольких хлебцов съела и попила цикорий с молоком. Там на 80 калорий, по-моему, всего. Ну, я напишу потом в описании. В общем, вот такой ужин у меня. 400 калорий ужин. А за целый день 1140. Я даже не знаю, съем я творог с мёдом или нет. Что-то я немного волнуюсь. Ну, ладно. В общем, вот так прошёл у меня сегодня день. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. А я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.